2 февраля наша страна празднует день воинской славы, ведь в этот день 1943 года советская армия в битве под Сталинградом разгромила фашистские войска, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В связи со знаменательной датой 75-летия победы в Сталинградской битве, на этой неделе в республике проходят различные мероприятия. Далее тему продолжит наша коллега Наталья Колесова. В эти дни жители республики отдают дань уважения героям Великой Отечественной войны, участникам разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Великая битва на Волге проходила с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года. За 125 суток ожесточенных боев главная группировка противника под Сталинградом была разгромлена и появились условия для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Студенты Северо-Восточного Федерального Университета, активисты Гражданского Патриотического Клуба Отчизна в этот день присоединились к всероссийской акции «Письмо Победы». Наш клуб является единственным патриотическим клубом, ну в университете получается, и единственным, как я знаю, молодежной организацией, которая занимается именно патриотическим воспитанием. В честь 75-летия Сталинградской битвы у нас запланировано ряд мероприятий. Это, во-первых, 2 февраля мы должны провести во всех корпусах одновременно во время перерыва флешмоб, где все студенты будут петь военные песни. Сталинград защищали представители всех национальностей Советского Союза, в том числе около 10 тысяч воинов-якутян. Немало сынов Якутии сложили головы на полях тех сражений. Дед активиста военно-патриотического клуба Семен Алексеева также принимал участие в боях за Сталинград. Это самая кровопролитная битва за Сталинград, именно за Сталинград, город Сталина по-другому. У меня у самого дед участвовал в этой битве, но, увы, он погиб, защищая Сталинград. Он был ефрейтором. История прошлого – это память народов. Отрадно, что сегодня молодежь изучает великие имена соотечественников, отдает дань памяти подвигам своих земляков. 2 февраля в полдень по многолетней традиции жители Якутска возложат цветы на Площади Победы к мемориальной плите города-герою Сталинграду. Церемонии памяти пройдут во всех крупных населенных пунктах республики. Продолжение следует...